У нас уши вообще одна из тех точек, которыми можно прочувствовать самые нежные вибрации. Именно физические уши. Да, да, да. Почему? От уши быстро замерзают, в бане быстро нагреваются. Ну, я не знаю, почему там глаза не мерзнут на холоде, да? То есть это же вот те процессы. И как раз ушами вообще изначально было, мы считывали информацию, считывали вибрационное поле зубами. У нас зубы были не для говорения, я уже это рассказываю, а именно для вибрации. То есть мы считывали все. Потом уже начали говорить, что зубами мы считывали только температуру, температуру уличную. Что-то как бы охлаждение, тепло. Но это уже было после, когда уже на зубах началась эмаль от еды появляться. А так изначально у нас больше всего нервных окончаний – это в зубах. Самые такие нервы, вот если бы даже кто-то вырывал зуб, и знаю, то есть мне вырывали зубы без наркоза. Потому что, ну, он не действует вообще. И поэтому я знаю, что такое вырывать зуб, тем более который здоровый, который там хорошо так стоит. Там очень много нервных окончаний. А в ушах у нас там не нервные окончания, там точки. Вот, и когда мы, например, зубами, мы можем, если у кого-то там свои зубы не деланные, потому что деланные, они все равно притупляют, то вы можете, например, сесть где-нибудь, ну, порепетировать даже, где-нибудь в каком-нибудь пространстве неважных, хоть в метро, хоть в лесу. И просто расслабиться, чуть-чуть приоткрыть рот. Ну, то есть не сидеть там, как это, как придурок, ты их будет видеть снаружи, а просто чуть-чуть приоткрыв рот, чтобы попадала энергия. И вы прочувствуете, как у вас будет такая мелкая-мелкая вибрация на зубах. И даже на третий день сухих, когда вы будете разговаривать, вот буквально третий день, вы будете при разговоре очень хорошо чувствовать, как у вас вибрируют зубы. Вот прям они вот так, такая вот прям дрожь будет. Это как раз вот как у нас, как приемник вот этого энергообмена. А уши у нас не волны ловят, а это точки. То есть точки какие, что они славливают? Они славливают именно вот эти вот плотности. То есть мы же находимся сразу же в нескольких плотностях, и когда мы находимся по какому-нибудь энергообмене, если мы находимся вот в этих вот кольцах. То есть мы бываем, и вот чувствуете, бывает, что вот плотность, вот в воде очень хорошо бывает. Один водоем, вот плывешь, здесь теплый кусочек, а здесь уже холодный. Вот он, вроде бы, сантиметр. Думаю, что как она не перемешалась? И там, конечно же, есть там какие-то воронки, углубления, там проходят такие-то волны, такие-то волны. А по факту, как они могут разделиться, как они могут проходить? Это просто очередная разная плотность. Плотность пространства в том числе и в воде. Потому что то, что в воду, которую мы видим, это поверхностная вода. У нас настолько глубинные есть воды, что человек думает, что он может взлететь только в космос, про который мы с вами говорили. Но почему-то все забывают, что есть практически та же самая глубина, это вот туда идти, вниз Земли. Но они с Земли нам рассказали, что как состоит, ядро там, еще что-то, еще что-то, до туда никто не доходил. Как они рассказали это, это вообще непонятно. Потому что никто даже вот эти вот подземные воды не проходил. Туда опускались тоже до определенного состояния, там просто человека зажимало. Но зато все знают, как у нас состоит ядро Земли.